Женщины, курсанты высших военных учебных заведений России, будущие офицеры Воздушно-космических сил, тыла, военные переводчики, юристы и финансовые работники. Командуют парадными расчётами майоры Марии Васильева и Екатерина Рякова. Примером для девушек являются участницы Великой Отечественной войны. 93 женщины в годы войны стали героями Советского Союза. Четверо полными кавалерами Ордена Славы. Мимо трибун проводит полк Воздушно-космических сил России. В его составе офицеры и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчёт начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров. Сегодня академия готовит офицеров по 70 специальностям, с использованием современной учебно-материальной базы, новейших и перспективных образцов авиационной техники, беспилотных летательных аппаратов, наземных средств обеспечения полётов и средств радиоэлектронной борьбы. За 100-летнюю историю академия подготовила десятки тысяч выпускников, внёсших достойный вклад в освоение воздушного пространства и космоса. Более полутора тысяч выпускников академии в мирное время и в годы войны по праву заслужили высокое звание Героев Советского Союза и Российской Федерации. Свыше 60 из них удостоились этого звания дважды. А выпускник академии маршал авиации Иван Кожедуб стал Героем Советского Союза трижды. Сегодня в парадном строю академии идут представители офицерских династий, берущих своё начало от первых российских покорителей неба и освоения авиационной техники. На Красной площади парадный расчёт военно-космической академии имени Можайского. Парадный расчёт возглавляет начальник академии генерал-лейтенант Максим Пеньков. В разные годы в стенах академии обучались лётчики, испытатели авиационной техники, в том числе знаменитый ас, прежде Герой Советского Союза Александр Покрышкин.